14 ноября вступили в силу изменения в положение о национальных выпускных экзаменах. Один из пунктов, который вызвал резонанс среди родителей и преподавателей, устанавливает, что экзаменационные помещения могут быть оборудованы металлоискателями и видеокамерами во время проведения экзаменов по окончанию гимназического курса. Родители девятиклассников, а также других классов считают, что их дети еще не готовы к такому стрессу. По их мнению, напряжение во время экзаменов может повлиять на результаты. У них стресс такой конкретный будет. Не знаю, они и сами не хотят, и мы против. Сами тоже когда-то учились, знаем, что это такое. Все-таки они еще дети. Я так думаю, у них стресс нормальный такой. Они уже стрессуют, что будет. Думаю, что не надо. Все против. Я считаю, что это неправильно. Дети еще маленькие, они еще подростки. В девятом классе, в двенадцатом классе дети более осознанные. Они уже заканчивают лицейский класс, они уже более готовы к этому. Это стресс для детей все равно. Они, если даже захотят идти дальше, во-первых, это не повлияет хорошо на их учебу в дальнейшем, я думаю. Те дети, которые более сильные, останутся по-любому, они будут сдавать в двенадцатом классе бакалавра. Они уже будут идти осознанно, будут готовы к этому. А дети, которые в девятом классе, я считаю, что мы против родителей, по крайней мере, мы против дети, еще не готовы к нашему. Нас не особо это устраивает, потому что на детей будет еще одна психологическая нагрузка. Зачем? То есть ребенок должен сконцентрироваться на предмете, который он сдает. А эти дополнительные, понятно, мы хотим больше контроля. Это хорошо, в принципе, чтобы избежать каких-то неправильных действий с точки зрения списания и так далее, списывания и так далее. Но такой тотальный контроль, мне кажется, тоже слишком лишний. Внение о внедренном вновшестве высказала директор теоретического лицея Гаврила Гайдаржи, муниципе Камрад, Людмила Горбунова. Очень корректно прописан вот этот пункт, 74 прим, в котором сказано, что могут быть оснащены помещения экзаменационные, камерами и металлоискателями. Можно двоя как-то судить. Могут быть. То есть в каких-то школах будут установлены, каких-то уже есть, как в нашем лицее. Мы являемся центром бакалавра. Поэтому это будет несправедливо, если в нашей школе будут дети под камерами, а в других, допустим, маленьких школах сельских этих камер не будет. В Минобразование говорят, что нововведение направлено на исключение списывания от этого и оценки на экзамены в гимназии намного выше, чем в 12-м классе, когда выпускники сдают сессию под видеонаблюдением. В системе всегда были сигналы. В некоторых учебных заведениях используются камеры, которые также используются во время сдачи бак. Также есть определенные записи прошлого года, касающиеся определенных практик. На сегодняшний день родители нескольких школ автономии подготовили петицию в адрес президента, премьер-министра, министра образования, народного адвоката, башкана автономии и народного собрания, в котором выразили свое несогласие в связи с новшествами. Такого рода петицию подписали и около полутора тысяч учителей автономии, отметила начальник главного управления образования Наталья Кристева. Мы не были вовлечены в процесс обсуждения этого нормативного акта. То есть как-то сначала было сделано как будто просто какое-то заявление, но пригласили на обсуждение так называемое уже тогда, когда приказ был подписан. Поэтому считаем, что и процедура принятия этого изменения тоже была нарушена. Получить комментарий Министерства образования по этому поводу нам пока не удалось. Результаты оценок в случае внедрения камеры на экзаменах более правдоподобны, сообщил каналу Молдова УН эксперт в области образования, экс-министр образования Молдовы Анатолий Грималский. Мы должны обеспечить объективность этих экзаменов, как пожелает население, как школьное сообщество примет. Видеокамеры в случае выпускных экзаменов в гимназии мы увидим, но это абсолютно необходимая мера. Если мы хотим хороших результатов, нам нужно быть честными и основывать политику на фактических данных. По словам начальника управления образования Натальи Кристевой, для такой формы экзаменов учащихся нужно готовить заранее. Мы понимаем, что данная формулировка носит такой характер будущности, потому что сегодня мы присутствовали на заседаниях в министерстве, где говорилось о том, что самая главная проблема, которая сегодня стоит, это финансовая. Это дело времени. И постепенно, если в силе останется эта норма, то я уверена в том, что мы придем к тому, что все выпускники девятых классов будут сдавать под камерами, под видеонаблюдением экзамены за гимназический курс. Начальник управления образования ГГУЗИ Наталья Кристева сообщила, что петиция с подписями родителей и учителей в начале этой недели отправлены представителям власти. Мария Статова, Григорий Ставилов, Ирина Резунец. Новости ГРТ.